Агата Мороз не может держать слёзы, когда слышит звуки военных учений. Жители деревень на границе Польши с Белоруссией напуганы. Я боюсь. У меня сын в армии. Он военный. Я за него переживаю. У меня внуки. У меня муж инвалид. Больше всего я боюсь именно за них. Потому что сама-то я могу справиться. Но больше всего я боюсь именно за них. По сообщениям Министерства обороны Белоруссии, наёмники из ЧВК Вагдер начали подготовку белорусского спецназа на полигоне Брестский, в пяти километрах от границы с Польшей. Мы иногда слышим, как летают вертолёты. Когда они летят, стёкла дрожат. Польша, член НАТО с 99-го года, в начале этого месяца начала перебрасывать более тысячи военнослужащих на восток страны. Из-за вагнеровцев, которые недавно прибыли в соседнюю Беларусь. Сколько их там, достоверно неизвестно. Во вторник в ЧВК заявили, что Беларусь уехала или уезжает до 10 тысяч человек. В среду вечером в соцсетях появилось видеообращение мужчины по голосу похожего на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Кремль ранее заявил, что решение Польши усилить свои войска на границе с Беларусью по причинам, включающим присутствие боевиков «Вагнер» вызывает озабоченность. А президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России в пятницу и вовсе заявил, что Польша планирует оккупировать территорию Украины. Что касается польских лидеров, то, вероятно, они рассчитывают под натовским зонтиком сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожарней, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории, сегодняшнюю западную Украину. В пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий заявил, что ЧВК «Вагнер», который находится в Беларуси, представляет собой все большую угрозу как для Польши, так и для всего восточного фланга НАТО. «Мы решительно противостоим всем провокациям со стороны Лукашенко и Беларуси, но мы прекрасно понимаем, что здесь мы должны быть бдительными. Прежде всего, потому что Беларусь и Россия работают рука об руку, чтобы дестабилизировать Польшу, дестабилизировать восточную часть НАТО, восточную часть Европейского Союза». Информация о том, что наёмники ЧВК «Вагнер» будут обучать белорусских военных, появилась 14 июля. А уход вагнеровцев в Беларусь произошёл по договорённости между ЧВК, Кремлём и Александром Лукашенко после июньского мятежа Пригожина.